Приветствую всех любителей фотографии, дорогие коллеги фотографов, поздравляю вас с профессиональным праздником, сегодня 12 июля, день фотографа, желаю всем удачных фотографий и выгодных заказов, а я сегодня хотел бы поговорить на тему свадебной фотографии, как ни крути, свадьба это наиболее выгодный и существенный источник дохода для любого фотографа, Я в свадебной фотографии уже более 10 лет, начинал в 2006 году, тогда у меня была бюджетная, но по тем временам неплохая зеркалка Nikon D50, я с ней работал не помню год или два, и стоимость моя услуга была соответствующая, То есть там приходилось снимать свадьбы, не знаю, от тысячи до трех тысяч за весь день, ну просто учился, и те люди, которые меня приглашали, я для них работал Потом был период длительной работы уже с Nikon D300 и Nikon D300S, по тем временам это были отличные камеры, да и сейчас их многие не могут забыть и пользуются, но они у меня отработали по полной программе, Я не знаю, там ресурс затвора заявлен около двухсот тысяч кадров, у меня наверное они отработали тысяч по пятьсот точно, но их время ушло, и последняя моя зеркалка Nikon, с которой я ходил на свадьбы, это был Nikon D7100, И здесь я уже столкнулся с заметными проблемами, то есть меня просто перестало устраивать качество фотографий, которые я получал, на Nikon D700 были очень тяжелые NEV файлы, по 32 и больше мегабайта, и приходилось, честно говоря, очень много обрабатывать, и в результате этой обработки Все равно я не получал желаемые результаты, и честно говоря, у меня было такое настроение, что как-то пора, наверное, заканчивать, потому что свадебная фотография, это по определению должно быть что-то качественное, а я выдавал такой средний, такой любительский уровень, и в общем-то Что-то нужно было делать, обновляться до уровня полноформатных зеркалок, допустим, Nikon 750, это довольно дорого и неоправданно, то есть в моем регионе свадьбы недорогие, и оправдать, допустим, полно кадровую зеркалку В наборе с соответствующей дорогой профессиональной оптикой практически невозможно, а зачем этим заниматься, чтобы залезать в долги и ходить их отрабатывать Здесь возникает такой небольшой тупик, потому что определенную цену, которая есть в регионах, я думаю, что те фотографы, которые живут не в больших городах, меня сейчас поймут, ее не переплюнуть ничем Покупай ты хоть полный кадр, хоть купи Hasselblad или там лейку, и цена, которую люди готовы заплатить за свадьбу, она будет на уровне средних показателей И, к счастью, я нашел выход из этой ситуации в виде системы Fujifilm Я как-то интуитивно, честно говоря, не особо я даже выбирал, или как-то сначала у меня появилась камера X-A2 И когда я понял, что эта система очень интересная, я уже приобрел камеру X-T10 И вот весь прошлый год я уже работал на двух камерах Fujifilm Это у меня был X-A2 и Fujifilm X-T10 Конечно, X-A2 это не самая лучшая камера для свадьбы Она еще более медленная, чем X-T10, у нее нет видоискателя Но, в принципе, у меня была основная как X-T10, а X-A2 это как запасная, как дополнительная камера И сразу я выбрал для себя такой стиль работы, поскольку уж у меня оказалось две камеры Как работать все-таки с фиксами, а не с зумом И какие фиксы я использую на свадьбах, давайте я вам покажу Я думаю, любители Fujifilm знают эти объективы Итак, вот основной работяга объектив это 35 мм с диафрагмой F2 Шикарный объектив И он позволяет с таким фокусным расстоянием, ну, грубо говоря, снимать всю свадьбу от начала и до конца То есть он и в помещении позволяет работать, и на улице, и делать индивидуальные портреты, и грубовые фотографии И в чем его самый большой плюс, этого объектива Это светосила F2, но в отличие, вот, и я не буду врать, коллеги и фотографы знают Что, если, допустим, на системах Nikon и Canon на открытой диафрагме объективы не дают достаточной даже необходимой резкости То вот этот объектив на диафрагме F2 резкий, как бритва И при этом он хорошо размывает фон И, в общем-то, если нужно, то можно работать на диафрагме F2 и снимать все подряд То есть, выходя на улицу, даже в солнечный день у меня здесь есть электронный затвор С выдержкой 1.3200, то есть я в любой солнечный день могу открыть диафрагму И фотографировать там на любых выдержках в приоритете диафрагмы, который мне определит этот аппарат То есть он и в темных помещениях хорош, и на ярком солнце мне не нужно закрывать диафрагму Благодаря вот этому электронному затвору, который дает такую ультра, вообще немыслимую выдержку, как 1.3200 Вот, и, конечно, можно снимать, как я говорю, всю свадьбу Но у меня же есть еще и второй фотоаппарат, и все-таки должно быть какое-то разнообразие в снимках Поэтому я как-то сразу определился, что второй объектив на второй камере у меня будет широкоугольный 18 мм, также диафрагма F2 Этот объектив более старый у Fujifilm Он имеет, конечно, некоторые недостатки Он очень шумный, он постоянно фокусируется и жужжит при этом, независимо от того, фотографирую я или не фотографирую Но, если брать его, вот, все-таки такие фотографии на выходе, фотографии отличные Ну, можно там искать какие-то недостатки Ну, то есть, светосильный фикс, 18-миллиметровый Опять же, очень резкий Ну, может быть, где-то там края он немножко заваливает Ну, смягчает Немножко геометрия там, как положено, широкоугольнику Но, опять же, если вот для портретов, для свадьбы То есть, замечательный объектив В принципе, я им очень доволен Вот, на тот момент еще не было объектива вот этого новой версии 23 миллиметра Вот, как из этой серии, как всепогодный Наверное, если бы сейчас у меня был выбор Я бы подумал о приобретении как дополнительно 23 миллиметра Вот, так что очень хорошая серия складывается у Fujifilm Но, пока вот 18 миллиметров меня не подводит Я работаю с 18-миллиметровым объективом И, в общем-то, работаю сразу одновременно с двумя камерами То есть, я могу их сразу... Они легкие, компактные, здесь никакого габаритов нет Я или могу сразу их повесить на шею Или держу одну камеру в сумке И по ситуации, то есть, если там даже идет какой-то репортажный момент Я держу там 35 миллиметров У меня всегда рядом 18 миллиметров Если мне нужен широкий угол, я просто достаю, нажимаю на кнопку И вот у меня появляется широкий угол И, в общем-то, вот эти два объектива Ну, уже 100% позволят вам и мне снять полностью Сфотографировать полностью любую свадьбу И без проблем Но, конечно, поскольку есть еще и дополнительные возможности Все-таки можно и менять объективы Я еще беру с собой и третий объектив Иногда и четвертый Но третий объектив какой? Я вам сейчас покажу Это 60 миллиметров f2.4 макро Что сказать про этот объектив? Объектив довольно странный Я долго думал, приобретать его или нет Но поскольку он более-менее доступный по цене Я решил его приобрести И, в общем-то, абсолютно не жалею Объектив чудесный Единственный его минус Это его некая такая задумчивость На Fujifilm X-T10 Он немножко так имел свойство Долго фокусироваться Мог немножко промахнуться Или мимо проехать И ездить взад-вперед Вот это у него, конечно, есть Это у него не отнять Но уж если фокус попал То картинка получается замечательная Она резкая С хорошим размытием заднего плана И, ну, тоже на свадьбе Весьма не лишний объектив Его можно использовать для каких-то предметов Допустим, если вам нужно колечки Какую-то еду сфотографировать Бокальчики Ну, какие-то такие макросюжеты И, в общем-то, я его использую Как портретный объектив Как портретный Ну, наверное, он меня не на 100% устраивает Почему? Потому что он слишком уж Хорош, слишком резкий Вот это, конечно Ну, такой, получается, что он минус Все-таки хотелось бы немножко помягче То есть идеальной заменой этого объектива Наверное, был бы 56 мм 1.2 Вот это было бы просто шикарно Но, к сожалению, пока сейчас Не могу себе позволить И думаю, что в перспективе Конечно, надо брать 56 мм И, как вариант Если немножко сэкономить Ну, вернее, даже существенно сэкономить Я думаю, что вполне Отличный объектив Компактный и качественный И портретный как раз Это новый 50 мм Который вот из этой серии 35 мм Который вот у меня есть Это всепогодный Хорошо защищенный Компактный И при этом светосильный объектив Те фотографии, которые я видел Ну, меня вполне устраивает Хотя, конечно, 56 мм С его немыслимой светосилы 1.2 Ну, это просто объектив мечты Ну, и все Больше, я думаю, для свадьбы На фуджи фильм Ничего не нужно Можно, конечно, экспериментировать Можно, там, 90 мм Приобрести В принципе, наверное Удобнее было бы работать с зумами Но 18-55, допустим Который 2.8-4 Ну, как-то мне не очень нравится Хотя, конечно, это хороший объектив 16-55, 2.8 Дороговат И вроде бы, как он Не самые лучшие отзывы имеет Довольно громоздкие вроде бы То есть, пока ждем Пока, думаю, что буду обходиться Вот таким набором И Вполне он меня устраивает Что касается настроек И Способа Способа Фотографирования То есть, я Чаще всего Ну, как и вообще всегда Фотографирую в приоритете диафрагмы Вот Диафрагму здесь регулирую на объективе И Ну, либо на открытые 2 Либо 2.8 Либо, если там 4 Вот такие диафрагмы Использую Что касается Значит, RAW Или JPEG То здесь Я пробовал И так, и так Могу сказать, что На Fujifilm Можно смело снимать JPEG То есть, в RAW Я снимаю Только ЗАГС Потому что Ну, там действительно Сложные у нас Вот у нас, допустим Сложные условия Иногда Немножко хочется Подкорректировать Хотя В JPEG Тоже я пробовал Получается отлично А остальные моменты В принципе Можно в JPEG И что Что Облегчает Значит, значительную Обработку То есть, большую часть Фотографии Я даже не открываю Фотошоп Я смотрю В просмотрщики Ну, вроде там Пикассо Или AC-DC И Единственная моя задача Это, ну, допустим Кадрировать И Ну, может быть Немножко осветлить Хотя Я уже приучаю себя К тому, что Если у меня У меня кадр Получается Темноват Здесь Вот Есть Колесо Диафрагмы И я сразу На экране Или видоискатель Вижу, что Да, у меня немножко Темновато Ну, прибавляю Там одно Два Три деления И все И тогда уже Все Ну, как бы Надо себя к этому Приучать Чтобы потом Не терять время И Все это Наглядно Все я вижу Исходный Конечный уже Результат на экране И Не знаю Мне работать С хуже фильм Просто вот Одно удовольствие Вот Да, я говорил Что я в прошлом году Работал В связке XT10 XA2 Но В этом году У меня еще Лучшая ситуация Я приобрел XT20 И сейчас У меня Уже Уже Основная камера Это XT20 И Запасная Я считаю Вполне Равноценной Камерой Это XT10 Но XT20 Чем Она лучше У нее Более Цепкий фокус У нее Совершенно Бешеная Серийная Съемка Вот Не далее Как Да Вот На прошлой неделе Была у меня Звадьба Ребята Говорят Вот Хотим Открыть Бутылку Шампанского Сможете Или поймать Ну а почему бы Не поймать Если здесь 14 кадров В секунду И Цепкий Фокус То есть Здесь Вообще Нет никаких Проблем Вот И Я Не знаю Я как бы Не призываю Не рекламирую Фуджи фильм Но вот Я для себя Могу сказать Что я сделал Очень правильный Шаг Когда Я от зеркалок Отказался И перешел На Фуджи фильм Мне сейчас Намного легче Приятнее Работает Мне намного Проще И приятнее Обрабатывать Фотографии И Самое главное Что мои клиенты Вот Я вижу Что они Искренне Довольны Тем качеством Фотографий Которую Я им отдаю То есть Если раньше Я там Где-то даже Со страхом Отдавал фотографии Но я вижу Что там Как бы Не очень Ну Каких-то таких Скандалов И претензий Не было Но сейчас То есть Люди звонят И благодарят И говорят Спасибо И я вижу Их восторг Неподдельный Фуджи дает Замечательное качество Это всегда резко Это всегда Красочно Всегда Такое И тут Как бы Придраться Придраться Именно к качеству Фотографии Фуджи Фуджи Фильма Довольно Сложно И Ну я не знаю То есть Опять же Не Я Не рекламирую Фуджи Фильмы Не пытаюсь Угаться Другие системы Я вот Свой Такой Выбор Совершил Возможно Те кто Работают На полнокадровых Камерах Canon 5D Mark III Или 800 Nikon Или там Еще какие-то Модели Возможно Конечно Там можно Добиться Каких-то Больших Результатов Но Как бы Я Считаю Что Камера Должна Себя Оправдывать И вот В той ситуации Когда А я уверен Что такая ситуация Сходная с моей Когда люди Не готовы В общем-то Вам заплатить Больше Определенной суммы Ну допустим 10-12 тысяч В месяц Не в месяц В день За всю свадьбу А именно На таком Ценовом диапазоне Мы сейчас работаем И свадебный рынок В глубоком кризисе Покупать камеру Там стоимостью 200-300 тысяч И в дополнение К оптике Ну просто нет Никакого смысла Поэтому Можете говорить Что да Это лучше Это круче Это Но если это Не оправдывается Зачем Вот такие Мои впечатления От Fujifilm Готов Выслушать Ваши вопросы Если вы тоже Работаете С Fujifilm Или собираетесь Перейти Я готов На них ответить Сейчас я вам Покажу Немного Тех Немного Свадебных фотографий Для примера Ну Кого интересует Я могу Показать вам Побольше То есть Тот уровень Фотографий Которые у меня Получаются И В ближайшую Субботу Я вот с этим Комплектом С двумя Fujifilm Собираюсь Снимать свадьбу Полностью Но уже На На Fujifilm Но уже В качестве Видеографа То есть Я решил Я уже Пробовал Снимать Именно на Fujifilm И выпускные И юбилеи И Опять же Опять же Все довольны Но свадьба Конечно Это немножко Сложнее Беру 9 аккумуляторов 4 флешки Вот Основная Основная Как бы у меня Проблема Это вот Чтобы мне хватило Аккумуляторов Беру Зарядное устройство Поэтому Вот Если интересно Могу и рассказать О Fujifilm С точки зрения Видеографа Вот такой опыт У меня должен Появиться А пока Пожалуйста Ставьте лайки Не забывайте Подписываться На мой канал Еще раз Днем фотографа И до новых встреч До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok